Всем привет! Очередной шиен на ремонте. Подозрение было на вышедшее из строя подшипник. В принципе, так оно и есть. Я вот раньше вытер, чем начал снимать видео. В общем, грязь и это самое. Скорее всего, смазывали подшипник. Хотелось бы что сказать. Ребята, подшипник закрытого типа. В него закладывается смазка на весь срок эксплуатации. То есть, эти подшипники не смазываются. И тем более, непонятно, чем и как. И в каком количестве. Не надо сюда лить масло. Что происходит? Вы льете масло, непонятно какое. Непредназначенное для этого типа подшипников. Он попадает под пыль. Масло попадает под пыльник. Туда, где шарики. Вымывает ту смазку консистентную, которая на заводе туда запихивается. Вымывает и все. И шары у нас начинают кататься на сухую. И тем самым у подшипника укорачивается срок его службы. Не надо лить масло. Тут закрытого типа подшипник. Если он вышел из строя, он просто меняется и все. Вот. Не забывайте об этом. И пожалуйста, нет. И еще хотелось бы попросить. Вот убедительная просьба. Если вы уж сами не догадываетесь об этом, то я вот скажу вам. Вот. Ну я врезаю за него, братцы. Ну это самое. Ну мойте машинки перед отправкой. Ну я должен где-то искать дезраствор, чтобы замочить его там, постерилизовать где-то, чтобы дальше продолжать работу. Неужели сложно сделать, блин, обработать машинку, потом высылать ее? Вот. Сейчас дальше, значит, буду разбирать и разбираться. Скорее всего придется заказать такой подшипничек. Я уже делал такое. Нашел фирму, где заказываю здесь в Украине. И как бы придется его поменять. Слава богу, съемник теперь у меня есть уже. Под эти подшипники. Так. Ну в общем все. Все, что хотел сказать. Так. Снял вот эту алюминиевую штуку. Он вся в краске. Ой. Черная, синяя. Видать, засасывала через держатель, наверное. Ну, такое случается. Сейчас сам балансир вытащим отсюда. Вот. Снял вот эту алюминиевую штуку. 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 Опа. Вот так вот. Достаточно. И теперь самбалансер отсюда выдавим. Выдавим. Опа. Опа. Вот он. Клей хрустнул и пошло. Вот так достаются подшипники из Шайена. Все. Теперь новый подшипник поставим. Все деловамое. Соберем. Заклеим. Приклеим. И все будет работать. Вот таким вот образом работает мой съемничек. Шайеновский съемничек. Шайеновский съемничек. Вот этот подшипник под замену. Вероятнее всего краска, наверное, попала, пропиталась туда под пыльники. Наверное, пожрала просто шары, да и все. Вот так. Ну все. Осталось держатель перебрать и все. Ну а держак весь в краске получается. Вот это вот место у них у всех закисает. Вот. И он начинает туго вращаться. Ну там, соответственно, ответка. Ответка тоже там собирается грязь. Ну вот этого, в принципе, я уже говорил, там если картридж изменить, тогда, может быть, мы сможем избежать этого. А так вот, пожалуйста, результат. Шарики и пружинки в хорошем состоянии. Вот. Здесь вот эти подвижные сопрягаемые части. Здесь и там внутри в цилиндре. Вот они закисают. Ну а краска аж сама вверху, ты не знаю. Наверное, через штук тянула. Вот. Сейчас все вымою, смажу и соберу на место. Вот. Закончен ремонт. Держатель щелкает. Без заеданий. Смазки консистентные положил. Ну, чтобы, хотя бы там первое время какое-то, пока она не вымоется при стерилизации, она будет работать, смазывать и не будет давать влаге попадать на дюраль. Ну и, вот так она. Что-то там. Стирится. С половиной. В общем-то, вот. Так что, если вы смотрите, что отсюда начали расти волоса, это означает не то, что они там растут. То, что накрылся пиздой подшипник. И если его мазать, то это его не вылечит. Вот так. Всем пока. С galопатIC. Субтитры подогнали Симон.